сейчас самое что будет интересно и я буду рассказывать во многом полную противоположность техники легких чем мы затронули эту тему мы ее разгребем сейчас по полной то упражнение хорошо отрабатывать подрыв я тренировался в этот момент шапки раздевайся берегите лоб и нос повторять не будем время рассказать о включении да да расскажи как ты его понимаешь расскажи ту ошибку который ты видишь у ребят из-за недопонимания и потом наверное я добавлю рассказав что я хочу донести то что я заметил момент то есть у многих ребят ошибка такая вы когда начинаете садиться вместо того чтобы убрать плечо назад и даже отключить лопатки и убрать плечо назад вы начинаете выдвигать плечо вперед до этого делать не нужно берите плечи назад пускай это будет вот такое же включение как говорит лёха но уберите плечи назад чтобы вся нагрузка и шла на спину не на плечо музыка когда ты как начинаешь сводить лопатки ты автоматически открываешь грудь и водишь плечи назад если ты не сводишь лопатки у тебя плечи уходят вперед получаются когда нужно сводить лопатки мы затронули эту тему мы ее разгребем сейчас по полной раздевайся раздевать спокойнее я поднимаю тогда покажу что я как я это понимаю потом ты покажешь как ты понимаешь хорошо давайте уже добьем эту тему есть два пути путь вот такой sony webster style вот тоже в принципе может быть и никто не говорит что вы что лучше что хуже тут наверно каждый уже определяет для себя сам я по крайней мере и очень близок к мнению антона что во время того когда мы удерживаем сангу над головой особенно когда мы находимся в нижнем положении мы должны свести лопатки вместе это укрепляет положение плюс ко всему это меняет высоту вылета штанги то есть вот я сижу вертикально высота высота вылета штанги здесь фиксации прохожу грудью штанга опускается вот это вот небольшое небольшая разница в принципе может очень сильно повлиять при когда мы работаем с большим весом почему разворачивается локти локти мы разворачиваем не за то что мы так хотим это происходит автоматически когда мы начинаем проходить грудью вперед мы проходим грудью вперед наши лопатки сворачиваются и в конце тянем плечи к ушам для того чтобы это зафиксировать для того чтобы с маленьким весом начинать потихоньку отрабатывать и задействовать те мышцы которые нам пригодятся когда мы работаем с большим весом я думаю что сейчас антон меня дополнит или скажет наоборот противоречие может быть в общем почему скажем так я делаю этот момент с лопатками именно так так как у меня как бы основной акцент идет на спину я пусть я всегда поднимал за счет стихальной спины поэтому проще мне все-таки прижать лопатки то есть их вниз я их не свожу намеренно вот так у меня получается такая ситуация я их вдавливаю в себя вдавливаю в корпус разворачиваю чуть-чуть чтобы но я не пытаюсь это сделать типа вот так выдвигать лопатки вперед не стоит лопатка должна быть в нейтральном комфортным для для оси для себя под положение плечи обязательно назад также грудь вперед то есть никаких вот таких вот моментов не должно быть вдавливаемся хорошо грудь и тогда вся опора смещается не на плечи а как раз спину то есть тем самым когда мы держим лопатки прижатыми к ребрам и получается этот момент фиксации достойно объяснил ли тогда мне все понятно и ты знаешь я вижу здесь но мы говорим об одном и том же про немножко другими разными словами есть два стиля до когда локти вверх и когда локти немножко вперед то есть у кого-то локти там допустим у кого-то китайцы локти могут вообще смотреть вниз в зависимости тоже от гибкости но это в принципе об одном и том же то есть мы совмещаем лопатки для того чтобы получить больше упругости получить общую точку опоры у меня получается да у меня только я лопатки не свожу намеренно и их как бы вдавливаю до к ребрам в спине то есть я не пытаюсь их прям свести их не развожу и не свожу я их оставляю нейтральном положении просто вдавливаю туда обязательно убирая плечи назад помните что в любом случае как бы нет идеальной техники которая подойдет всем атлеты все разные у всех разные данные поэтому технику нужно подстраивать даже у одного тренера существует разная техника на каждого атлета потому что все атлеты еще раз разные еще раз что у нас не по движению нас не рывок рывок с веса с веса выше колен выше колен а вот такой достаточно сложное упражнение особенно для новички разложим ему давай ну как бы я бы не то что сказал что она в принципе достаточно сложное это упражнение хорошо отрабатывать подрыв мы уже прошли основную фазу тяги основную фазу которую нужно было пройти к колено и нам уже здесь принципе остается одно либо сработать ногами до конца либо раз работать спины и четко попасть в под подрыв так как надо поэтому я в принципе не особо считаю это упражнение тяжелым я бы больше сказал это упражнение для коррекции подрыва и чем выше ты начинаешь то есть чем выше те стартовое отпала положение в этом упражнении тем более чем больше акцента у тебя идет именно на подрыв добавлю если исключительно слово что я замечал почему оно сложное потому что для начинающих атлетов очень сложно держать положение накрывая штангу как можно дольше соответственно очень многие сразу же со старта начинают дергать спиной то есть он стоит в таком положении и вместо того чтобы подниматься и накрывая да он начинает уходить назад поэтому когда ты делаешь это с помосту ты уже имеешь определенный разгон чуть легче дотянуть когда ты делаешь этого положения очень большой соблазн вытянуть колени вперед поэтому очень многие если без руководства тренера совершают ошибки да да ну как бы даже если ты немножко загоняешь колено вперед за счет моей техники это простительно если это делать больше за счет твоей техники то при твоей технике должен выпрямиться в ровную линию прямой техники я немножко все равно машу спиной все равно как бы я плечи отклоняю назад и и при этом как бы если я немножко здесь загнал колени но ногами в итоге сработал до конца мне даже будет этот плюс не так как загон колени же ездил нормально так дальше что у нас так ну еще когда еще еще там сделаем подход чтобы уже разум что я думаю что я еще сад я уже завязал и я буду сразу готовиться на взятие на грудь да да ребята еще один такой главный момент берегите лоб и нос я уже встретил достаточно много ребят которые при этом упражнении расшибали себе лоб либо сломали нос хорошее замечание принципе у нас я помню сборная было такое коломы помнишь зал у нас почему-то именно в этом зале большое количество атлетов били себя по голове но что не знаю приезжали на сборы туда и так очень как будто знаешь заговор какой-то был я помню что такая даже мутка ходила что хотели сброситься купить шлем такую казочку поэтому в принципе те кто невнимательным и очень часто бьется по голове возможно каска будут именно то решение и такая ситуация по сути своей бывает у всех даже я будучи уже как бы подымал достаточно большие килограммы в зале было холодно и я ты я тренировал ся в этот момент в шапке и разминался настолько хорошо настолько пытался близко прижать штангу к себе после подрыва шоу как бы попал себя в лоб и потом ходил с рассечением на лбу очень долго на так сколько полтинь на смысле 15 не ну если тебе надо как девочкам 40 килограмм подавать через 40 пожалуйста я даже уже в этом году в мастера перехожу поэтому через я через 40 захожу ребят еще один такой момент при любой работе свиса всегда используйте слямки не работаете без лямок это зажимает руку и потом подхват руки будет и в классике не особо живучи конечно для про для ворот лет пошел на рынок купил себе лена так и есть 40 миллиметров мне кажется они рвутся по той причине больше того что они спарены ну что если бы они были спарены я смотри какая была идея вообще этих лямок ты знаешь с какими лямками мы тренируемся то есть это просто ленточка которую ты сюда положил здесь и потом обернул но для многих начинающих атлетов соединить две ленты потом их продеть через штангу и потом другой рукой две ленты тоже это типа miracle of the miracle поэтому когда ты их сшиваешь она получается проще их можно сшить стык на стык вот так вот но они тогда начинают давить то есть вы как бы знаешь уже было понятно что для того чтобы поднимать большие веса лучше конечно используя две ленты но я на там если ты про атлет две ленты для любителей вполне классная тема то есть я знаю многих своих учеников которые рвут с похожими лямками это в принципе удобно либо можно без лямок если нет это только-только сказал что без лямок кровать нельзя лёха показал что может мне просто лямок нет я всем раздал самого нет блин две недели назад записывали интервью ну и тренировку denis стурдиновым они очень большое количество внимания то есть больше большое большое внимание уделяют рывку либо взять ее на грудь без разброса ног видел что у тебя в инстаграме тоже совершенно много до подъемов почему зачем объясни ну я вообще в принципе свою технику уже немножко поменял на данный момент потому что рвать без прыжка казалось для меня я лучше выставила тягу и лучше выставил вот эту вот концовку время под подрыв то есть очень часто бывает такая ситуация что из-за прыжка мы проскакиваем финальную точку подрыва то есть когда нужно до конца сработать ногой до конца ее дать и выпрямиться вверх мы начинаем делать чуть-чуть далее ударе ногами и упали вниз поэтому рывок без прыжка но с условием выхода на носки вообще идеальная тема я последнее время именно перешел рвать именно так и потом прыжок появляется сам собой то есть он уже появляется не за того что мы просто как бы поджимаем ноги и бьем ногами от помост а за счет вып выпрямление и вставание вверх то есть получается такая ситуация весь прыжок получается за счет выпрямление они за счет вот это не за счет чуть-чуть небольшого разгона и да 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 а сам по себе рвок это длинное движение поэтому нужно ее как бы вытягивать максимально высоко на чем концентрируешься во время разминки то есть какие вот основные твои триггеры на которые стараются уделять внимание это вверх спины то есть я бы стараюсь максимально держать вверх спины лопатки прижатые к ребрам опять то есть чувствую хорошая на напряжение минутам расслабленные руки плечи опущены вниз то есть я не поджимаю трапеции плечи ну и в тяги обязательно как бы стараюсь вставать до конца то есть я за счет того что у меня мой подрыв идет за счет спины поэтому я максимально сильно на накрываю штангу и за счет этого маха полного выпрямления вверх я рву то есть ты стараешься как можно дольше накрывать да и когда уже доходишь до момента подрыва делаешь хлест можно и так скажу мах спиной давай да да ну как бы важный важный момент когда идет мак спиной он не должен быть в пояснице не должен быть прогиб в пояснице то есть мы должны махать за счет того что вы прогибаетесь поясница наш должен быть за счет того что вы как убираете плечи назад и делайте небольшой прогиб в рудном отделе то есть в идеале движение получается вот такое не вот такой поясницу поясница погиба не должно быть что скажешь по поводу и хаба техники какой какой уехал по египтянин он как раз ведут за счет спины он как раз вот тут на счет корни вас то он делает прогиб да он делает прогиб делает прям прогиб хорошо в родном отделе у нее видно что у нее старт очень высокий и он рвет именно спиной то есть он стал высоко делать такой мак спиной но макс спиной делает именно за счет прогиба в руд в родном отделе давай еще подход и в следующий вопрос будет по поводу лаше вот у него какая техника потому что опять же если сравнивали там и хаба не я я всю если сравнить даже и хаба я просто не смогу задавать вопрос если сравнить и хаба и сравнить вашу то у них немножко разная техника или нет или одна и та же то есть и тот и тот сделает рыба я сейчас расскажу за лошадки тут поднимает для своего веса хорошие килограммы но у них что-то скорее всего есть разное я и и и и и и и и Такое ощущение, что сейчас весь зал уйдет. Нормально, я уже пробовал здесь, да? Сколько тебе полных? 24. Ну, через 11 лет. Ты знаешь, в принципе, я не думал, когда мне было 18 или даже 20, я не думал, что в 35 буду просто поднимать. Ну, вот я себе не вов такое, как бы. Ну, почему нет? Я сейчас поднимаю в свое удовольствие. Мне кажется, это так и должно быть. Зачем бросать тяжелую атлетику? Если можно поднимать небольшие веса, не гнязь зачем-то. Просто для кайфа. Просто кайфовать не от того, что ты поднимаешь мило, а кайфовать от того, что ты поднимаешь. Поднимаешь классно и красиво. Подписываюсь полностью. Шагаешь в основном через 10. Получается до 80% 20, шага, шаг дела. 20, ну, где-то, наверное, от самочувствия зависит. Я не знаю, это 10% ориентировочно 10% там твои. Ну, да. То есть, в размере там 90, 110, 130. А дальше, раз мы его посмочу, если прям хорошо идет, классно идет, ставлю 150. Если чувствую что-то не так, пойду 140, 150 и дальше. В основном рабочий вес мой в районе от 140 до 100, 6, 6, 50 дюжетов. Как бы, чем мне очень нравится в грузинской сборной, они не пытаются из себя выжать все соки. Все тренировки подобраны так, чтобы ты, как бы, поработал, но не сломался. У нас нет таких проходов там каждый день. На каждой революции не пытаемся поднимать свой максимум. Мы всегда поработали, отработали технически. Единственный момент, что Асанин заставляет работать всегда чисто. То есть, что бы ни было там, прошелся вперед, тебя потрусило, что и заставляет тебя постоянно работать максимально в хорошей технике. То есть, если ты, если у нас, например, сегодня запланирована проходка, то ты должен все подходы отработать максимально чисто. Либо он не пустит тебя выше веса. Есть такой вопрос в эфире. Скорость ухода под штангу. Какие-то упражнения специально делаешь? Или если делаешь, то какие? Не, ну, специально для скорости ухода я ничего не делаю. По сути своей у меня нет такого, как бы я не пытаюсь уходить быстро. Я всегда пытаюсь работать через верх. То есть, я встречаю штангу выше. То есть, ну, как могу. Если я работаю 110 кг, я работаю, грубо говоря, через полустойку. И как бы вместе с ней уже досаживаюсь и жужу здесь. То есть, я не жду, пока она меня ударит сверху. Я постоянно работаю, как бы, в ней. И если мы говорим о большом весе, эта высота уменьшается. То есть, если я 110 кг ловил здесь, то 100 кг я ловлю здесь. А как так быстро уйти под штангу, чтобы успеть ее словить там? Ну, это, мне кажется, больше подрыв. То есть, это отработка движения с высоких плинтов, с виса. Вот, то есть, когда ты отрабатываешь подрыв, в этот момент неплохо отрабатывается уход. Намеренно такие уходы в сет я не делал уже, наверное, года-два. Понятно. Не, ну, в любом случае, они, наверное, изначально, что не закладывались. То есть, есть определенные скиллы, которые закладываются на базовых. Ну, опять же, да, на базовых моментах я часто даю своему ученикам, типа, уходы, рывковые уходы без прыжка. То есть, толчковый, швунг рывковым хватом в сет, как у нас обычно говорят. Кстати, насчет жесткости приема. Если вы хотите принимать жестко, каждый подход, когда вы рвете, то есть, каждый раз, когда вы встречаете, вы должны постоять со штангой в финальной точке. То есть, покажу. Посидели в седе, встали, зафиксировали, секунды две-три, и работаем дальше. Вот тогда фиксация будет максимально точной и хорошей. У тебя, ты с Никулиным работал, нет? С Никулиным работал? Ну, нет. Нет, не работал. Ну, в принципе, я помню, что у нас вот такое стоило, там, по-моему, 50 копеек. То есть, если встаешь и не фиксируешь, то это 50 копеек. Поэтому, там, знаешь, как бы... Мотивация. Заходили с другой стороны, да, антимотивация. Если не хочешь фиксировать, плати. Вот. В принципе, это нарабатывалось уже потом автоматически. Ну, я замечаю, что это работает. Особенно на начинающих атлетах это работает прям классно. Ты заставляешь его каждый раз фиксировать. Потом нет этой вот ситуации, когда он вырвал, и она упала. Вырвал, и он там что-то куда-то за ней пошел. Хорошо. Четче работает. Вот такой вопрос. Хотел узнать его позже. В инстаграме есть пару видео, где ты вырываешь, и, ну, видно, что нет четкой фиксации. Просто вот сразу бросаешь. То есть, на два рвешь. С чем это связано? Я понимаю ответ. Смотри, я как бы, я понимаю ответ, потому что сам такое делал. Просто многие атлеты, скорее всего, там, начального уровня, они, когда смотрят, они понимают, что, ну, фиксации нет, и так и должно быть. В основном, когда это нарвешь на два, на три раза. Просто объясни на камеру. Ну, во-первых, когда мы рвем на несколько раз, главную фиксацию, которую мы делаем, мы делаем фиксацию в сети. То есть, не обязательно каждый раз вставать, когда ты работаешь на много раз. Вообще, в идеале, в идеале, нужно работать, вставая каждый раз, фиксируя, но так как работа идет уже с большими весами, ты немножко экономишь силы. Ты делаешь фиксацию только в тот момент, когда ты рвешь именно в сеть. И рвешь, и фиксация у тебя происходит именно в сеть. Так, давай, 30. Да, да, там у меня есть такие видео, да, мне там было влажно. Ну, просто иногда бывает такое, что ты еще как бы не хочешь с ней бороться, хочешь сделать на два. Так, 130 килограмм, наверное, один из последних вопросов, чтобы тебя дальше не отвлекать. Если взять, разложить тренировку в рывке, до какого этапа там ориентировочно рвешь по три, до какого этапа рвешь по два, потом начинаешь по разу. Если там не задача именно сегодня рвать максимум на два, вот в средняя тренировка такая. Ну, смотри, если тренировка в задаче, то есть задача тренировки стоит рвать на два, то разминка где-то до 60, до 65 процентов идет по три раза. Дальше уже потихонечку начинаем работать по два раза. Какого в основном переходишь на раз после скольгия? Наверное, 75 процентов, 70, это по два раза, а на раз перехожу уже, наверное, с процесса 85-90. Ну, опять же, если нет цели, работать по два. Тут же еще важно, понимаешь, уметь чувствовать, да, и, наверное, вот то, что отличало, по крайней мере, по себе замечаю, то, что отличало там от 20 лет и в 30 лет, это умение почувствовать и понять при этом, что тебе все-таки нужно сделать правильно. Да, как бы, еще очень важно, когда в молодом возрасте есть тренер, который вовремя тебя останавливает. То есть, если человек, который говорит, что видит, что хреново, но у тебя же такой максимализм, я должен до конца доработать, если должен быть человек, который скажет тебе, все, хватит. А с опытом уже приходит постепенно, когда ты уже начинаешь понимать, а надо ли оно мне, а если я сейчас могу выбрать, а если что-нибудь потяну, а здесь что-нибудь будет. А ты из тех, которых нужно останавливать или из тех, которых нужно гнать? Вот, из тех, которых нужно останавливать. И при этом, понимаешь, бывают такие моменты, что я хожу там за тем же Асанидзе, я говорю, ну, пожалуйста, ну, дайте там торваться сердце, ну, пожалуйста. А он типа, ну, в этом отношении мне нравится, что он сказал нет, все, значит, нет. И он видит, что не стоит идти выше, значит, нет. И это, кстати, меня очень часто спасало от травм. До каких процентов в основном делаешь это упражнение? Если в рабочем состоянии это 80%, 85%, а если есть цель, как бы, немножко пройтись в этом упражнении, потому что мы, я люблю, в принципе, очень часто проходиться в упражнениях нестандартных, не в классике. То есть там рывок с остановкой, рывок с виса. То прохожу, серву, часто очень рвал в этом упражнении свои лучше. А есть ли такое понятие, как? Иногда у атлетов бывало застой в каком-то движении. То есть вот там рывок не идет там полгода-год, да? То есть другие движения начинают там прогрессировать, а одно движение может стоять, там рывок, толчок. Что в таком случае делаешь? Вот как ты обходишь это, как бы, так, можно сказать, психологический блок? Ну, первое, как бы, я стараюсь все-таки поднять рекорд в том упражнении, в котором мне максимально комфортно сделать, максимально лучше он идет. Например, если у меня в последнее время прям хорошо чувствую рывок с виса выше колен, то я делаю рывок с виса же колен и прохожусь в этом упражнении. То есть я пробиваю именно в нем. Главное для головы, что ты подержал этот вес. То есть ты там вырвал, у тебя там было лучше 175, вырвал 100-180 таким образом. Уже в голове отложилось, что ты их рвал, уже ты их почувствовал. И классика будет уже сделать это намного проще. Классно. Для меня, почему спрашиваю, потому что для меня всегда было вот таким упражнением рывковые уходы или рывковый шлунг. То есть именно сделать так, чтобы ты подержал ее над головой, поверить в то, что ты ее можешь держать. Она как бы тяжелее, чем твой максимум, который ты рвешь. Ты знаешь, немножко так психологически обойти проблему. Можно вопрос? Да, что было не так. Не все было так. Я просто почувствовал, чтобы до конца отстоять в тяге. Ага. Ну просто ты его предыдущий прыжок был с прыжком, сейчас я не прыгал. Да, чтобы до конца отстоять тягу. Часто я разминаюсь именно без прыжка, а прыжок потом у меня приходит постепенно. Бывает такое, там могу даже свои 85% рвать еще без прыжка, а прыжок уже приходит туда, вот ближе к 90-95%. Это больше по чувству? Это больше по чувству. Вот главный эффект прыжка без прыжка в том, что ты раскрываешься до конца. Вот делать это вот максимальное раскрытие, а максимально отрабатывать ногой, спиной. Ягодичные, кстати. Очень такой интересный момент, как бы всех, кого слышу, все рассказывают за то, что нужно работать ногами, нужно работать спиной. Но никто не говорит, что можно еще работать ягодичными во время подрыва. И работать как бы не вот так, не загоняя колени, а выпрямляясь в ровную линию. То есть ты напрягаешь всю цепочку от икры, ноги, ягодичные, как раз они и толкают штангу. За счет этого и есть этот подрыв. И спина. То есть ты заключаешь всю цепочку. А часто бывают ребята включают ноги, включили спину, но не включили ягодичные. Из-за этого получается небольшой мах спиной и отпрыгивание назад. Повторять не будем. Да, блять, не будем, хватит. Давай еще так, как бы обозначим, что у тебя скоро соревнования. Да, как бы Европа в апреле месяце. Вот, поэтому еще нужно приехать в Грузию более-менее. Мы постараемся сделать так, чтобы это видео вышло до чемпионата Европы. Ну, в основном проблемы связаны с тем, что нужно переводить много все по субтитрам. Поэтому скоро соревнования. Конечно, не были соревнования, мы попросили бы поставить 70, 80, 90. Ну, а так сегодня на 50 закончим. Ну, видно, что по форме как бы там предела еще. Форма хорошая. Спортивная, конечно же. Переходим ко второму движению. Антон озвучил, что у нас сегодня будет взятие на грудь с остановкой. Мы об этом спросим. И толчок, да? Да. Это будет в одном движении? Да. Или в раздельном? В одном движении. В одном. Самое интересное, это разминка локтей. То, что было подмечено в инстаграме. Поэтому показывай, рассказывай.